Уважаемые друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на белорусской земле. К сожалению, первое посещение. Думаю, что это хорошее начало для Андрея Евгеньевича и его коллег. Мы вас всегда рады встречать. Вы действительно здесь абсолютно рядом. Логистику мы найдем, как обеспечить. Было бы у вас желание бывать на родной белорусской земле. В начале марта, как вам известно, белорусское правительство назначило председателя Брестского исполкома Юрия Витольдовича Шулейко ответственным за Орловскую областью, человека активного, деятельного и много может сделать для любой области в России и, прежде всего, для Орловской. Убежден, как руководитель на местах, вы быстро найдете общий язык, ваша программа пребывания весьма насыщенная. Пообщайтесь и в правительстве, посетите крупные белорусские предприятия, обменяйтесь опытом. У нас для вас нет никаких закрытых тем предприятий. Все, на что мы способны, мы готовы предоставить для нашей близкой и родной Орловщины, и мы знаем вашу высокую развитость, развитие. Мы готовы учиться и создавать совместное предприятие, совместное производство. Опыт сотрудничества есть. Подписан план мероприятий на 24-26 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Орловской областью и Гомельском обл. исполкома. Уверен, итоги вашего визита будут подкреплены конкретными совместными проектами. Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать в ближайшее время вам также не дадут, на это нечего рассчитывать. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задач по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры. Если в этом плане чем-то мы можем вам помочь, обращайтесь. Мы будем рады помочь вашим людям и вам. Тем не менее, вы, как и другие регионы, четко и аккуратно провели президентские выборы и показали свою стабильность и политическую, экономическую независимость. Точка от счета. Для оценки я предлагаю взять товарооборот за 2023 год. Цифра внушительная, четверть миллиарда долларов. Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это абсолютно реально, хотя придется поработать поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины. Такие, как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. По всем этим трем направлениям у нас высокий уровень развития, поэтому сопряжение возможно и будем делать все, чтобы получить наибольший эффект. Что мы предлагаем? Первое. Исходя из ваших пожеланий и целей при посещении Амкадора будет представлена коммунальная строительная, дорожно-строительная и лесохозяйственная техника. На Гомсельмаше вы увидите белорусские возможности по комбайнам различных модификаций. Кстати, в Тамбовской области совместно с Гомсельмашем на днях запущено производство беспилотных комбайнов «Титан». Перспективное направление. Обратите на это внимание. Предлагаю также подумать о создании специализированных учебных классов с белорусской техникой в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина в Орле. Техника очень сложная. Учиться надо всем и россиянам, белорусам в том числе. Второе. Помимо тракторной и специальной грузовой техники, наша промышленность увеличивает объемы выпуска пассажирского транспорта. В линейке есть экологичные электробусы, троллейбусы, трамваи, в том числе низкопольная техника для пассажиров с ограниченной мобильностью. Вся белорусская продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики. Кстати, мы очень активно внедряем электробусы. Можете познакомиться с нашим опытом. Мы с Минском, Жодино, Авшклове, с Могилевым. Это под 40 километров связь. Электробусы, маршруты намечены. По 15 примерно машин мы им передали, купили они у нас. И будем отрабатывать вот эти маршруты. областной центр с районным центром. И здесь Минск, Жодино, тоже километров 50. По дороге будут ходить электробусы. Здесь подзарядились, туда зашли, пока оформляется в диспетчерский автобус, подзаряжается и возвращается обратно. Очень перспективное дело. Мы пилотные проекты осуществляем, хотя продаем уже много таких электробусов. За этим будущее. Вы могли бы также в Орле организовать тест-драйв нескольких единиц троллейбусов и трамваев с автономным ходом. У нас в Минске это уже практикуется. Третье. Очень важное направление. С президентом Путиным мы очень часто обсуждаем. Это направление сотрудничества микроэлектроника. Вы молодцы, что сохранили, как и в Беларуси, свои предприятия. Вы знаете наш интеграл и планар. С учетом задач по импертозамещению, кооперацию придется нам расширять. Хотел бы услышать ваше соображение на сей счет. Четвертое. Сельское хозяйство и продовольствие. Ваш регион находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур. По-моему, это то, что нам, Сергей, нужно. И надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами. В Беларуси есть элитные семена, полученные также высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. В свою очередь мы готовы этим поделиться с вами, если вам это нужно. Отдельного упоминания заслуживает Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов. Также мы производим широкий перечень ветеринарных препаратов. У нас выработаны высокопродуктивные технологии в племенном деле, птицеводстве, малышетоварном производстве и многих других отраслях. Если будем мы востребованы вами, будем очень рады. Пятое – строительство. Белорусские специалисты несколько лет назад сделали в Орловской области пристройку в школе. Мне докладывали, что специалисты этим остались довольны. Знаковые социально направленные объекты, современные многоэтажные жилые дома возведены белорусами на территории ближайших к вам регионов России. Также люди довольны. Мы строим быстро, качественно, самое главное, по цене мы запросто можем выигрывать даже у российских строителей. Я думаю, если губернатор против не будет и представители области, нам надо построить какой-то знаковый объект в Орловской области, чтобы это было проектирование, под ключ, ждали, и все понимали, что это белорусство. Сын Владимирович, мы проработали совместно с коллегой, тогда и определимся по наименованию этого. Я знаю, что у вас здесь площадок сформировано в Орловской области, подлежащих комплексному развитию территории. Думаю, есть смысл привлечь для этих проектов белорусских строителей. Выбрать образцовое такое место, обозначить, поставить задачи. Мы не попробуем, а точно построим очень хорошие, качественные объекты. Можем также предложить услуги в области капитального ремонта, проектирования, проведения инженерных изысканий, поставки современных строительных материалов и лифтов, содействия газификации регионов и многое другое, что вам необходимо. Это далеко не полный перечень того, что вот я предложил, это только основные направления. Вы что-то найдете в Беларуси полезное для вас. В любое время мы готовы согласовать и работать вместе с вами по всем направлениям. Тем более, несмотря на логистику, как вы сказали, что ближе всегда дольше ехать. Расстояния небольшие, мы знаем дорогу в Орловскую область и здесь совсем рядом. Можем с вами работать более эффективно, интенсивно и показывать другим регионам, насколько небольшая по размерам Беларусь может сделать для огромной России. Мы к этому готовы и при вашей поддержке мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сложно, трудно будет обращаться, насколько мы можем, настолько и будем помогать вам. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте искренне благодарить за то, что нашли в своем плотном президентском графике возможность встретиться. Второй день мы находимся на территории Братской Республики, но такого теплого приема мы не ожидали. И действительно, это очень ценно и очень важно. Наши отношения всегда были исторически связаны неразрывными узами и в их основе историческая память наших народов, братства, и в том числе, которая оковалась в боях за свободу и независимость. В прошлом году мы отметили 80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Для Беларуси в этом году юбилейная дата, и мы, безусловно, вместе готовы участвовать в мероприятиях. Мы уже обсудили с коллегами планы и готовы поддержать. Народные мстители белорусские, партизанское движение, в том числе, Орловскую землю, освобождали. И мы эту историю помним, ценим и чтим. Нас связывает еще много исторических событий. У нас есть и Орловская хатынь. Есть такая деревня Орловская, колпачки, которая была за год до Белорусской хатыни сожжена немцами. Там установлен мемориал «Убитая деревня». Это действительно такие страшные уроки истории, которые мы должны помнить, и пока кто-то переписывает историю, мы сегодня, как мне кажется, должны идти по другому пути. Сегодня ту работу, которую вы проводите вместе с регионами России и через соглашения, через культурные, гуманитарные связи – это наш путь. И, как сказал Владимир Владимирович Путин, наши страны – ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это ключевые наши постулаты. Именно в таком ключе мы и собираемся двигаться дальше. Важным моментом сегодня, конечно, является, как вы абсолютно верно подчеркнули, создание совместных предприятий и производства. Потенциал, который сегодня есть – четверть всего внешторгового оборота – недостаточен. И абсолютно поддерживаю задачу, которую вы обозначили – в два раза увеличить внешторговый оборот. Такую задачу мы перед собой готовы ставить и двигаться в этом направлении. Это позволит нам более активно, вне зависимости от любых санкций, развиваться. В ходе нашего визита трехдневного мы подготовились для того, чтобы представить потенциал Орловской области, наши новые возможности, технологии, механизмы поддержки и хозяйственных взаимоотношений между партнерами. Мы завершили прошлый 23-й год с ростом по всем социально-экономическим показателям. В целом у нас очень стабильно работает промышленность, есть хорошая прибавка в сельском хозяйстве. По итогам прошлого года – 113% рост к 2022 году. Если в пересчете на деньги произвели на каждого жителя области 182 тысячи рублей – это в 3,2 раза больше в среднем по Российской Федерации – 5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур. Для зерновой группы более 50 центров за гектара урожайность. И здесь я тоже поддержу у нас большой потенциал, потому что президенту он дано поручение подготовить основания для создания в Орловской области национального семенно-науческого центра.